Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы с вами находимся в экспозиции музея Андрея Рублева, в экспозиции настоятельских палат. Здесь у нас проходит временная выставка «Святые врачи. Образы целителей в христианском искусстве». Выставка работает последнюю неделю, успеете на нее попасть, прийти посмотреть иконы вживую. И наш сегодняшний разговор будет связан с одной из икон, представленных на экспозиции. Икона была написана в конце 17-го столетия, и на ней показан сюжет исцеления Расслабленного. Сам праздник исцеления Расслабленного отмечается на 4-й, ну, само событие, это связано с 4-й неделью после Пасхи, как раз которая сейчас началась. И какой сюжет мы видим на этой иконе? Христос, который творил чудеса, одним из его чудес было исцеление. Исцеление Расслабленного, которое происходило рядом с вратами овечьями в Иерусалиме, в купеле Вефезде, вокруг которой собиралось большое количество людей с различными недугами. И люди знали, что в тот момент, когда волна в этой купеле волнуется, по их представлению, это ангел не сходил на эту воду. И тот человек, который после этого сразу же окунался в купель, получал исцеление. Среди людей, которые имели надежду и желали исцелиться, находился Расслабленный, который болел 38 лет. К этой купеле пришел Христос с учениками. Мы с вами видим, что за спиной у Христа его ученики, среди которых узнается апостол Иоанн Богослов. И мы видим фигуры обнаженные, которые находятся в купеле. Мы видим самого Расслабленного, которому Христос говорит, возьми одежды свои, встань и иди. Эта сцена как раз представлена. Если вы посмотрите на то, какие еще представлены события в иконе, с левой стороны, чуть ниже там, где показан торг, как раз показан исцеленный во время вот этого ангельского нисхождения. Человек, который взял свою постель и, одетый в красные сапожки, уходит от Вефезды. И мы, глядя на эту икону, можем еще вспомнить о ее очень удивительной и интересной истории. Потому что эта икона, написанная в России, она вместе с сестрами Аделаидой и Элен Хукерами, которые приезжали в конце двадцатых годов двадцатого века в советскую Россию, она уехала в Америку. Долгое время она находилась в собрании семьи и в 2014 году она была продана на одном из американских аукционов и вернулась в Россию. То есть мы видим такое закономерное возвращение памятника на территорию русских земель. И если мы говорим про 17 век, когда пишется эта икона, конечно же, мастер, написавший этот образ, он работает с западноевропейскими образцами и иконографическим образцом для него послужила гравюра из Библии Пескатора. Именно поэтому мы видим, ну, не характерные для традиционной, казалось бы, иконописи фигуры обнаженных в самой купели, которая показана как перспективно удаляющийся бассейн. Мы видим с вами стены Иерусалима, мы видим с вами торг, который подходит под такими арочными пролетами. И если рассматривать эти детали, то мы видим, что мастер не пытается преодолеть вот этот условный язык иконы. Он действительно декоративно изображает вот эти окошки, то есть они становятся не буквально окнами, а неким узором, украшающими стены. По тому, как мастер написал одеяния, то, как он прописал лики, это в нем выдает мастера отточившего навыки, усвоившего новации московского письма. Но некоторая условность, некоторая действительно кривоватость линии архитектурных форм все-таки не позволяет назвать его иконописцем, отвлекающимся полноценно на традицию оружейной палаты. Тем не менее, очень высококлассный образец, икона, которая связана с празднованием, с таким действительно событием послепасхальным, с недели исцеления расслабленного, которая происходит на четвертую неделю Пасхи. И она представлена в экспозиции временной выставки, которую вы можете посетить, она будет работать еще неделю. И призываю вас следить за социальными сетями музея, подписываться на них, впереди много интересного. Всех благодарю за внимание. Всего доброго.